Только не сладкий, любой только не сладкий. Дело в какой сон. У нас в основном от 1000 до 1500. У нас в основном от 1000 до 1500. У нас в основном от 1000 до 1500. Видимо тут акустика. А, разные веточки? Да, белая и сиреневая. Очень красивая. И цвет разный прям. Красиво всё. Здесь один цвет. А вот у этого махонького деревца другой цвет. Прям разные. Видно, что разные. Это уже нацвела. Вся. Да. А я ландыши нашла. Вот они. Какие красивые. Макс упал. Рядушка. У нас Стёпа любит кушать квашеную капусту. Это прямо деликатес. На капусту его прямо аж трясёт, когда банку только достаем. Требует прямо вот эту квашеную капусту. И вот с таким аппетитом он её кушает. Стёпа не пускает Максимку к стулу. Осторожно. Обойди его с другой стороны. Не пускает. Не хочет, чтоб Максимка стул забирала. А ты сзади обойди его. Попробуй. Не пускай. А что делает? Стёпа! Это ж не твой стул. Нет, не под какой. Осторожно, Максим. Осторожно. Всё, отходи. Смотри, как он вреден. Я знаю, что делать. Не-а, не пустит. Пустит! Не-а, царапается. Отойди, в лицо вцепится. Такой вот упрямый. Ни под какую. Всё время принцип главенства они отвоёвывают. Кот пытается Макса сдвинуть. Максим, отойди, отойди. А ты с кухни попробуй. Как это с кухни? Побеги с кухни, как ты обычно делаешь. Ты тоже гоняешь ты его. Мама? Я знаю, как гоняю. Сейчас будет его. Не тут-то было. Нет, Максим. Так он будет с тобой сражаться. Не пускает. Он у меня не пустит. Ну-ка, отойди, Максим. Сейчас попробуем. Ты со мной тоже будешь ругаться, Стёпа? А, Стёп! Ах, ты понял, да. Ну, всё, Макс, вот твой стул. Спасибо. Отвоевал. Привет, Максим. Привет. Кому ты несёшь веточку? Моя тётя. Кто твоя тётя? Катя. Зачем ты ей решил веточку сорвать? Ну, чтобы приятно было подарить. Да, молодец. Спасибо. Вот такая красота у нас цветёт прямо напротив подъезда. В ряд стоят вот такие кусты. Это очень красиво и очень ароматно. Как раз идёт Максимка. Сейчас мы его встретим. Он ходил к своей тёте, к моей сестрёнке. Возвращается. Привет. Привет. Чё это у тебя такое? Мешать, узелок. Вы смотрите, что он притащил. Это тебе Катя, что ли, насобирала? Угу. Вот такие вот он дары приносит от своей тёти. Ну, держи, это упадёт. В узелке. В узелке. В узелке. Повернись-ка задом. Вот он как идёт. Путник такой. Ну, давай иди домой, путник. С добычей идёт. Она часто копит ему денежки. И он потом рублей двести насобирает и дарит ему. Всё, счастливый. Убежал домой. Ну что, Максимка, закончил второй класс? Да. Довольный? Да. Что тебе больше нравится в том, что у тебя каникулы впереди? Ну, я смогу поехать к моим родственникам, к друзьям. Я развлекаюсь, поиграю своим другом. А кто твой друг? Семён. Это твой брат? Да нет, просто родственник. А кто? Не хочешь говорить, какой родственник? Ну ладно. Максимка принёс дневник со школы. Тебе как кажется, третий класс это уже круто? Да. Уже круто. А какой самый лучший класс для тебя? Мальчишеский, что ли? Да? Какой? Мальчишеский это как? Ну, для мальчишек прямой класс. Ну, какой это? Пятый. Почему пятый? Потому что как-то звучит как-то мальчишеский. Мальчишеский? А тогда какой по девчоночью? А, четвёртый. Почему четвёртый? Потому что там четвёрка как-то по девчоночью звучит, и ещё там косичка у четвёрки. Ничего себе. Вот такие ассоциации. Покажешь дневник свой? Да. Есть там тройки-то? Нет? Какой у тебя любимый предмет? Давайте подсмотрим. Чтение. Чтение, любимый? Ааа. Да, читать он научился сам. Он меня всё просил. Мама, это прочитай, это прочитай в интернете, в компьютере. А я ему не читала. Ему пришлось выучить самому буквы, цифры. Ничего, Максим, что мы у тебя тут полазим? Да нет. Смотрите. Он разрешает. У меня хорошие оценки там. Ага. Я один из 18-ти. А мы единственные во всей школе класс, где все закончили очень хорошо. На четвёрке и пятёрке. И мы единственные в такой школе. Ни один класс такого не было. Чтобы сразу 18 человек хорошо закончило. А нас всего 26. Вот, видишь, как хорошо. Это учительница респект. Учительница молодец. Да? Ну, самое интересное дальше. Вы посмотрите, что он принёс. В первом классе тоже была такая тетрадь. Она не худенькая. Это очень большая тетрадь. Это для летних работ. То есть, получается, каждый день надо будет ему сидеть с уроками. Да, и на самом деле я, конечно, удивилась. В первом классе тоже мы прям вот всё лето от начала до конца сидели. Я почему открываю? Смотрите, 120 страниц. Получается, каждый день нужно по листку точно проходить. Чтобы, как бы, ему не отстать. Ну, в общем, не забыть школьную программу. Раньше у нас такого не было. А теперь вот так вот всё серьёзно. И всё лето ребёнок должен заниматься. Так что, хоть мы и без уроков, но всё равно с уроками. Ну, и также, как всегда, список ещё такой книг. Какие книги надо прочитать. Сейчас вам покажу ученика. Кажется, в тот раз нам задавали поменьше. Намного меньше. Ну, тетрадь тоже была большая. Да, но я имею в виду вот этот список. Тут, кажется, ещё и с другой стороны было. Мне кажется, тут даже меньше намного. Ну, сейчас меньше. В прошлый раз больше был список с книгами. Ну, там книги были поменьше, а тут книги потолще. Вот. Вот такие вот у нас успехи. Многие просят показать Максимку. Ну, вот я решила его всё-таки показать вместе с дневником. Ну, ладно. Пойдём в третий класс с тобой. Да? Что ты ещё сказать хочешь? Ну, говори. Мы, это, делали кенгуру в Сирасистскую Олимпиаду и Русский Медвежонок. Мне подарили наклейку. А ещё что тебе подарили? Грамоту. Ага. Какое там место у тебя? А, за кенгуру только могу сказать. Ну, давай. Шестое. Шестое место, да. Ну, это очень хорошо. То есть, бланк такой, где все очки и где всё. Ага. Ясно. Во всей школе шестое место. Ай, хвастушка. Всё, сейчас все узнают, что ты хвастунишка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Да не очень. Просто люблю рассказать. А, ясно. Ну, ладно. Давай, школьник. Отдыхай. Пока. Пока. А только… Ещё что-то сказать. Поскриптум номер 14. Давай. А можно показать наклейку? Наклейку? Ну, давай неси. Сейчас. А ты знаешь, где она? Ну, давай неси. Ага. Вот так. Убежал он за наклейкой. А мы еще раз в дневничок к нему залезем. Так и пишет он левой рукой. Единственное, его ругают, что мелко. Начинает писать мелко. Ну давай, показывай. Ну, где твоя наклейка? Сюда. Повыше поднимай. Вот такая вот наклейка. Гордишься своей наклеечкой? Как медаль. Ну ладно, поздравляем тебя. Спасибо. Ну теперь пока. Пока.